Здравствуйте! Я доктор Буланов, мануальный терапевт. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, заболевания опорно-двигательного аппарата стоят на втором месте после заболевания онкологией. На данный момент в мире очень много методик, которые лечат данные заболевания. Но самым эффективным, самым результативным, научным является метод мануальной терапии. Этот метод объективно воздействует на позвоночный столб и суставы, давая большую ремиссию боли. И больной за краткий момент лечения, за недолгую процедуру, теряет ту боль, которую носил годы. Вы обратились в клинику со сколиозом позвоночника, кифозом и нарушениями форм осанки. Что Вы сейчас можете сказать, потому что проведено было уже у Вас два курса лечения. До того, как я прошел эти два курса, как мое состояние могу просто описать. Состояние до курса и состояние после. Состояние до курса. То есть, во-первых, у меня были боли в позвоночнике. Ну, пусть там не острые, но такие зудячие и неприятные были. У меня очень уставала спина. Очень быстро. То есть, я не мог очень долго находиться в движении постоянно. После вот двух курсов, которые я прошел, как бы, во-первых, нет никаких болей вообще в спине. Дальше что еще? Я себя чувствую великолепно. Здесь уже вторичный курс лечения. У него процедура такая несколько порезчая. Более сильная процедура. Раслебили свободно. Хорошо. Свободненько расслабились. Нормально, нормально. Хорошо. Спокойно лежим. Спокойненько. Хорошо. Во-во-во-во-во. Расслабились. Свободно. Во-во-во-во. Расслабились. Свободненько. Спокойненько лежим. Расслабились. Все. Абсолютно спокойно. Расслабились. Хорошо. Свободненько. Хорошо. На спину ложимся. Расслабились. Свободно. Делаю только я. Свободно. Хорошо. Свободненько голова на руки. Хорошо. Свободненько. Расслабились. Свободно. Ещё раз расслабились. Хорошо. Кстати, есть, кроме европейской лечебной гимнастики, и восточная лечебная гимнастика, как я её называю, альтернативная лечебная гимнастика Цигун. Истоки её выходят из древних потайных ходов Китая, Шаолине и других монастырей, где монахи занимались дыханием, сопровождая своё дыхание определёнными движениями. И в Древнем Китае считалось так, что, выполняя определённые дыхательные упражнения в ритм с движениями, можно наладить свою энергию Ци, то есть свою живительную энергию Ци. Учёные рассматривают циркуляцию энергии Ци не что иное, как движение крови по сосудам. То есть движение по крови, движение крови в сосудах должно быть ритмичное и мягкое. Сосуды становятся пластичными. И данные упражнения дают определённую силу и мышцам, связкам и костям. Насыщаясь кислородом ткани, отдают огромнейшую энергетику от суставов, мышц и тканей. Цигун может быть достаточно разнообразен. Это могут быть и медленные движения, совсем медленные движения. И статические движения, связанные с дыханием, с управлением умственной энергией Ци. Могут быть и динамические, слишком быстрые движения, а также даже обращения с оружием. Цигун представляет из себя как и иногда, как и лечебную, так и боевое направление. Ну вот на сегодня и всё. Но мы не прощаемся с вами. Не забывайте заниматься лечебной гимнастикой, спортом, вести здоровый образ жизни. Обращайтесь к врачам. Конечно, к мануальным терапевтам. Пока. До встречи.